Девушки отдыхают Авторская программа Алексея Ледяева Иллюзии и реальность Итак, сегодня у нас Вторая река И обычно по вторым воскресеньям Мы говорим О нашей экономике Мы говорим о деньгах О том, как зарабатывать деньги Как разумно распределять их Нам не безразличны такие вопросы, как Долги Которые могут быть оправданными и неоправданными И десятины пожертвования То есть отношение к деньгам Это чрезвычайно важная часть Нашего христианства Потому что Библия говорит Очень ясно и недвумысленно Что все золото И все серебро Это собственность Господа Бог сказал Все золото И серебро Мое И поэтому Бог Дает часть Этих ресурсов Каждому из нас И Он желает Чтобы мы разумно Распоряжались Этими ресурсами Из-за невежества Из-за непонимания Или из-за нежелания Иногда рождаются Проблемы Потому что нам иногда кажется Что мы все знаем Мы прожили уже немало лет Кому-то уже 30 Кому-то 50 И нам порою кажется Что мы уже все знаем Но если бы мы все знали Мы бы процветали И я думаю Мы бы имели гораздо Высокий уровень Экономической защиты И я думаю Что это такая же тонкая И многогранная сфера Как и помазание И исцеление И освобождение Потому что за все Отвечает серебро Мы никуда не денемся Если в церкви нет денег Эта церковь ничего не сможет Даже если она будет обладать Сверхъестественными способностями Божье принадлежит Богу А Кесарева принадлежит Кесарю На небе за все отвечает Помазание И откровение А на земле За все отвечает Золото и серебро Тема моей проповеди Оправданные инвестиции Я убежден Что то В нашей жизни Куда мы себя Вкладываем Больше всего И будет процветать Мы не обманим Эти законы Мы никуда не денемся Та сфера В нашей жизни Куда мы больше всего Инвестируем Своё время Свои эмоции Своё здоровье Свои деньги Вот эта сфера И будет процветать Если мы в какую-то сферу Жертвуем Или инвестируем Минимум своих ресурсов То эта сфера Она и будет Соответствующим образом Засыхать Или процветать Оправданные инвестиции Это инвестиции Благодаря которым Наш статус Меняется Оправданные инвестиции Меняют наш статус И мы живем один раз И мы должны подумать Какая сфера В нашей жизни По нашим прогнозам Должна быть важнее всего Какая сфера В нашей жизни Должна приносить Максимум плодов Поймите такую вещь Кто-то бизнесмен Кто-то спортсмен Кто-то священник Кто-то журналист Кто-то строитель Понимаете У каждого человека Есть свой дар Начнем с того Что Рождаясь в этот мир Мы рождаемся уже С определенными талантами Хоть говорят Что Великими не рождаются Может быть Великими не рождаются Но люди рождаются С великими дарами Внутри Написано Царство Божие Подобно Полю На котором сокрыто Сокровище И каждый из нас Имеет уже Генетический код Есть генетические наслоения От наших родителей От наших прародителей От наших пра-пра-пра-пра-пра-родителей Мало ли кем я хочу стать Я не пойду дальше Я не пойду дальше того Что заложено внутри Поэтому самоопределение Это есть условие Самореализации И мудрость нашей жизни Заключается в том Чтобы докопаться Кто я Что на моем поле Заложено Кто я Если я не разберусь Кто я Какие таланты Бог заложил Внутри меня Я буду носиться По жизни Как угорелый Я буду менять Работу за работой Я буду устраиваться Сюда Туда и сюда И однажды Разочаровавшись Просто все Спешу на родословное Проклятие И скажу Дьявол разрушил Мою жизнь Самый главный Дьявол Это наше невежество Не так страшны Враги внешне Как страшен Враг внутренний И этот внутренний Враг Ничто иное Как мое Собственное Невежество Как мое Собственное Невежество И надо Потрудиться Чтобы раскопать Внутри себя Этот талант Это способность Это нельзя Подыграть Или подделать Поймите правильно Образование Образование Не дает Таланты Образование Лишь Вскрывает Пеленгует И фиксирует Тот талант Или тот дар Который Заложен В человеке И благодаря Благодаря тому Этими достижениями И этим успехом Мы обязаны Успешным людям Мы красиво Одеваемся Потому что Кто-то понял Что он Кутурье Что он Способен Делать Классную Одежду И мы Сегодня Одеваемся Платим Деньги За успех Тех Людей Которые Разобрались Кто они Мы сегодня Ездим на машинах Потому что Кто-то Долгое время Назад Понял Где Его место Под солнцем Обнаружил Свой талант И благодаря Этому таланту Активизированному И раскрытому Благодаря Успеху Активизированного И раскрытого Таланта Мы сегодня Пользуемся Этими Достижениями Боже мой Электронные Технологии Что мы Мы делали Без них Мы сегодня Обязаны Успешным Людям Которые Облегчили Нашу Жизнь Которые Принесли В этот Мир На самом Деле Божественную Мудрость Потому что Дары Не дьявол Раздает Дары Раздает Бог И он Кому-то Дает Пять Талантов Кто-то Художник Режиссер И актер В одном Лице А кто-то Играет Только Вторые Роли И Нету Оскорбительного Ничего Потому что Изначально Кому-то Пять Кому-то Два Кому-то Один Поверьте И запомните Особенно Те Которые Сегодня Почти Разочарованы Бездарных Людей В мире Не существует Это Первая Мысль Бесплодные Есть Но Бездарных Людей В мире Не существует Хотя Тебе об этом Батя Говорил Хотя Тебе об этом Мама Говорил Хотя Об этом Тебе Пастор Говорил Хотя Об этом Тебе Начальник Говорил Тупица Бездарь Это Иллюзия Бог Тебе Говорит Что Ты Имеешь Хотя Бы Один Но Дар Амин У нас У каждого Есть Дары Дары Основа Нашего Призвания Дары Это Основа Моего Служения Дары Основа Моей Судьбы Я Могу Богу Служить Только Тем Что Я Делаю Очень Хорошо Я Могу Получить Профессию Благодаря Тому Что Я Делаю Очень Хорошо А Не Очень Плох Поэтому Если Я Знаю Что В Данной Сфере Жизни Вокруг Сфера Жизни Которая Вращается Вокруг Моего Дарования Если Я В Эту Сферу Буду Инвестировать Своё Время Развивать Свой Дар Инвестировать Свои Деньги Получать Образование На эту Тему Если Я Буду Больше Всего Времени Посвящать Развитию Этой Сферы Мой Статус Поменяется Неизвестный Человек Становится Любителем Потом Любитель Становится Полупрофессионалом А потом Полупрофессионал Становится Профессионалом А тебе Заговорят Даже просто Донтисты Вот в нашем Возрасте Вы понимаете Проблемы С зубами Уже Появляются И ты Пойдешь Не к любому Зубному Врачу Давайте Загласимся Не ко Всякому Потому что Есть врачи Которые Вместо Здорового Вместо Больного Здоровые Дергают А есть А есть Нормальные После которых У тебя даже Рот Закрывается И боли Исчезают И к этим Состоявшимся Людям Очередь Хотя Рядом Три Кабинета Заходите Мне не нужен Просто Врач Мне нужен Успешный Талантливый Врач А что Такое Талантливый Это человек Который Этот талант Раскрыл Дал ему Развитие И стал Известным Специалистом Не все Апостолы И не все Дантисты В конце Концов Есть повара Есть водители Я недавно Программу Смотрел Водители Кремлевского Автопарка Сказал Что это такое Рулить Я знаю Где педаль Газа Я знаю Где педаль Тормоза Из тысячи Водителей Берут Одного Которому Доверяют Обслуживать Первых Вторых Третьих Лиц Государства Что тут Такого Я часто Летаю На самолетах Вы знаете Там вот Есть Стюарты Есть Стюардессы Извините Кто-то Работает В эконом Классе Кто-то Работает В бизнес Классе А кто-то Обслуживает Пассажиров Первого Класса Там Знаете Горбатые Самолеты Летают Так вот Горбатого Могила Исправят Как привыкли Летать На первом Классе Так они И всю И всю Жизнь Будут Летать Это Дорогущие Билеты Там Не знаю Кто Летает Там Ни разу Не Был Но Но Стюардесса Эконом Класса И стюардесса Бизнес Класса Как говорится В Одессе Две Большие Разницы Я уже Не говорю О тех Людях Которые Работают В первом Классе Я к чему Сегодня Это говорю Братья И сестры Не довольствуйтесь Эконом Классом Вы должны Повышать Квалификацию Своего Дара Своего Призвания Чтобы Однажды Перейти От веры Веру От веры Эконом Класса В веру Бизнес Класса Чтобы Твое Служение Бизнес Класса Однажды Поднялось На Уровень Первого Класса Потому что Бог Желает Переводить Нас От веры Одного Уровня К вере Другого Уровня От Славы Одного Уровня К Славе Другого Уровня Негоже Нам Бутылки Собирать Негоже Нам Концы С концами Сводить Негоже Нам Оплакивать И грызть Ногти Проклиная Вокруг Себя Все На Свете Мы Должны Обратиться К Богу И Говорить Моя Судьба Не в руке Нового Сайма Моя Судьба Не в руке Нынешнего Кризисного Момента Моя Судьба В руках Господа Который Который Дал Мне Эти Дары Который Дал Мне Способности Который Производит Во мне И Хотение И Действие По Своему Благоволению И Моя Жизнь Моя Жизнь Моя Жизнь Это Оправданные Инвестиции В ту Сферу Которая Принесет Благословение Я не хочу Тратить Время На Бесполезные Эксперименты Которые Опустошат Меня Я не хочу Деньги Вкладывать В Сомнительные Акции Которые Завтра Меня Опустошат Мы Собираемся Сюда Чтобы От Бога Получить Мудрость Чтобы Знать Куда Нам Инвестировать Свои Способности Свою Молитву Своё Время И Свои Деньги А Моя Жизнь Это Оправданные Инвестиции Мне Очень Хотелось Чтобы Вы Услышали Это Я Хочу Прожить Так Чтобы Люди Запомнили Меня Чтобы Бог Запомнил Меня Чтобы Моя Жизнь Не Опозорила Бога Но Чтобы Моя Жизнь Прославила Бога Поэтому Научи Нас Господи Так Исчислять Наши Дни Чтобы Нам Приобрести Сердце Мудрое Мы Привыкли Стереотипы Это Наши Хозяева Мы Заложники Привычных Стандартов И Когда Судьба Бросает Вызов Из-за Этой Наезженной Колеи Нам Так Тяжело И Рискованно Выскочить И Пойти Туда Куда Никто Не Ходил И Страхи Контролируют Нас Стереотипы Контролируют Нас Общественное Мнение Контролирует Нас Куда Ты Малыш Ты Что Не Понимаешь Так Никто Не Делает Так Никто Не Мыслит Вот С Этого Начинаются Великие Открытия В нашем Мире Если Ты Делаешь То Что Ты Что Делают Все Ты Будешь Таким Как Все Ты Будешь Иметь То Что Все И Тебя Будут Иметь Как И Все Но Если Ты Начнешь Делать Не То Что Делают Все Я Гарантирую Тебе У Тебя Будет Успех Послушайте Это Невозможно Сказала Причина Это Безрассудно Заметил Опыт Это Бесполезно Отрезала Гордость А Ты Попробуй Шепнула Мечта К Чему Ты Прислушаешься Гордость Остановит Тебя И Вчерашний Опыт Тебя Остановит И В окружающие Прислушайся К мечте И Мечта Тебя Вырвет Потому Что Мечта От Бога Она Сделает Тебя Уникальным Человеком Весь Мир Сегодня Говорит О Великом Человеке Которого Потерял Мир Человек Который Изменил Мир Стив Джобс Я Думаю Что Без Этого Человека Наша Жизнь Была Бы Намного Примитивнее И Вот Что О Нем Говорят Стив Был Один Из Величайших Американских Новаторов Достаточно Смелым Для Того Чтобы Мыслить Не Так Как Все Остальные Достаточно Храбрым Чтобы Верить В Свою Способность Изменить Мир И Достаточно Талантливым Чтобы Сделать Это Начав Создавать В собственном Гараже Компанию Которая Стала Одной Самой Успешной В мире Он Показал Что Такое Настоящая Мечта Настоящая Смелость Настоящая Храбрость Если Сегодня У тебя В распоряжении Только Гараж У тебя Есть Все Необходимое Чтобы Стать Великим Человеком Прислушивайся Не к тому Что Говорят Соседи К чему О чем Говорят Вчерашние Друзья Прислушивайся К своей Мечте И Она Скажет А ты Попробуй Дальше Он Поместил Компьютеры В наши Карманы Он Изменил Взгляд На мир Так Отозвался О нем Президент Соединенных Штатов Барак Обама Режиссер Кевин Смит Заявил У наших Родителей Был Джон Кеннеди У нас Стив Джобс Сегодня Мы потеряли Символ Можно Как угодно Оценивать Обесценивать Один Только Факт Что Об этом Человеке Сегодня Гудит Весь Мир Есть Самое Яркое Доказательство Что Это Личность Человек С Большой Буквы Председатель Совета Директоров Гугл Эрик Шмид Стив Доказал Мне Что Зануды Не Побеждают Побеждают Творцы И Знаете Что Я Замечаю Сегодня Сколько Среди Нас Христиан Зануд Да Что Он Из Себя Представляет Он В ад Пойдет Или В рай Пойдет Зануды Как Скучно С вами Не Наше Дело Решать Кто Куда Пойдет Наше Дело Развить Дары Которые Тебе Дал Бог Которые Он Мне Дал Бог И Вместо Того Чтобы Судить Куда Пойдет Стив Джобс Постарайся Хоть Половину Сделать Того Что Сделал Этот Человек Я Говорю Сегодня О Жизненном Успехе Я Говорю О Жизненном Ресурсах Я Говорю О Том Что Мы Оставим После Себя Зануда После Себя Ничего Не Оставит Зануда После Себя Не Оставит Ни Одного Следа Но Творцы Оставят Потому Что Писание Говорит И дела Их И дела Их Идут Вслед За ним Айфоны Айпады И все Остальное Амин Самое Интересное Тот Кто Сегодня Пытается Критиковать Судить Оскорблять Этого Великого Человека Они Используют Именно Успех И достижение И компьютерную Технику Которую Изобрел Этот Человек Цинично Несправедливо Занудно Я не хочу Жить Среди Зануд Я хочу Жить Среди Людей Которые Знают Творца И осознают Его Ресурсы В своей Жизни Что Ты Сделал Для того Чтобы Окружающий Мир Поменялся Что Ты Сделал Для Того Чтобы Мир После Твоего Отхода Вздохнул И сказал Мы скорбим Без тебя Когда Зануда Умирает Люди Радуются Фу Слава Богу Жить Стало Легче Но Когда Творцы Умирают Мир Скорбит Потому Что Без Этого Без Этих Людей Будущее Покрывается Тучами А Кто То В Новостях Сказал Так Незаменимых Людей Заменить Невозможно Да Зануды Говорят Незаменимых Людей Нет А Согласитесь Есть Вот Вот у нас был Друг Руководитель Мужского Движения Эдвин Луис Кол Просто Очаровательный Человек Духовный Граф Когда Он Приезжал Я Я Просто Как Ребенок Смотрел На Его Лицо На Его Опыт Он Выступал На Стотысячных Стадионах У Него Было Огромное Огромное Движение Я Помню Одну Из Последних Конференций На Которой Он Выступал Это Была Красивая Осень Это Был Закат Его Жизни Я Смотрел На Него Думаю Ну Кто Б Его Заменил Да Незаменимых Людей Заменить Невозможно Я Говорю Сегодня О том Что У Каждого Из Нас Есть Шанс Состояться Либо Проиграть Люди Для Которых Жизнь Это Оправданные Инвестиции Становятся Великими Люди Для Которых Жизнь Потрачена Впустую Они Никто Они В Истории Не Оставят Ни Одного Следа По Воле Божьей Каждый Из Нас Должен Стать Великим В Своей Сфере Не Обязательно Быть В Одной Сфере Всем Знаете Если Великий Повар Будет Обслуживать Великого Евангелиста А Великий Парикмахер Будет Стричь Его А Великий Водитель Будет Водитель Представляете Какая Великая Команда Будет Когда Я Говорю Великий Многие Говорят Это Не Для Меня Ты Великий Молитвенник Ты Можешь Молиться У себя Дома Больше Чем Те Кто Ходят По Улице Бог Бог Говорят Для Кого То Из Нас Маленькую Серую Судьбу У Нас У Всех Великая Судьба Скажи У Меня Великая Судьба Скажи Это С Верой Еще Раз Повернись Тому Кто Слева Скажи Поверь Мне У Меня Великая Судьба Повернись Тому Кто Справа И Скажи Если Ты Не Веришь Что У Меня Великая Судьба Я Тебе Докажу Это И В Ближайшее Время Ты Это Поймешь Халю Я Быть Рядовым Пастором Хорошо Успешным Пастором Быть Лучше Успешным Пастором Быть Хорошо Популярным Еще Лучше Признанным Пастором Быть Лучше Сам Бог Возвышает Сам Бог Возвышает Бог Против Неизвестной Церкви Бог Против Неизвестных Служителей Если Бо Он Был За Инкогнито То Бо Сам Христос Прожил Жизнь Инкогнито Никто Его Не Видел Никто Его Не Слышал Никто Его Не Знал Хотя После Этого Осталось Евангелие Конспирация Иисуса Христа Никто Его Не Видел Никто Его Не Слышал Запомните Если Ты Реализуешь Свою Судьбу Которую Бог Вложил Весь Город Будет Бежать К Тебе Соседи Будут Бежать Тебе Если Господь Кого То Поднимает То Об Этому Узнают Все Окружающие Амин Суть Веры Сводится К простой Истине Ты Можешь Стать Тем Кем Ты Хочешь Я Убежден Что Желание Страстное Неукротимое Желание Начинается Из Твоего Дарования Твое Дарование Генерирует Желание И Мы Должны Разобраться Есть Момент Когда Дух Желает Противного Плоти Есть Плот Желает Противного Духу Я Сегодня Говорю О Нашем Предназначении О Профессионализме Наши Сильные Слабые Стороны Чистота Или Порочность Это Производные Нашего Мышления И Результат Действия На нас Каких-то Внешних Сил Кто-то Сказал Нам Кто-то Убедил Нас Снаружи Кто-то С экрана Телевизора Тебе Что-то Сказал Ты Что-то Прочитал Из Этой Книги Ты Получал Огромное Количество Информации Но В Итоги Переварив Все Это Именно Ты А Никто Другой Подчеркиваю Именно Ты А Никто Другой Принимает Решение Быть Или Небыть Идти Или Небыть Брать Высоту Или Небрать Наше Счастье И Страдания Зарождаются Не Снаружи Но Внутри Нас Единственная Способность Что-то Изменить Жизни Это Подняться На Другой Уровень Мышления Разорвать Плен Стереотипов Вы Знаете Иисус Он Всегда Реформировал Сознание Люди Которые Отказывались От Этой Реформации Вставали И с гневом Уходили И Говорят Кто Может Такое Слушать Вы Знаете Какая Самая Великая Иллюзия В нашей Жизни Ждать Новых Результатов Оставляя Старым Своё Мышление Я Мыслю По Прежнему А Рассчитываю На Новый Результат Ничего Не Выйдет Для Того Чтобы Иметь Новый Уровень Успеха Нам Нужно Выйти На Новый Уровень Мышления В наших Пониманиях В наших Парадигмах Должны Происходить Какие-то Перемены Рассчитывать На Новые Достижения Не Изменив Мышление Это Заблуждение У меня Целый Рэп Получился Как Я Мыслю Так Я Живу Если Я Мыслю Как Раб У Меня Рабская Жизнь Рабское Мышление Я Боюсь Я Завишу От Всех Если Кто-то Скал Дурак Я Обязательно Повернусь Если Кто-то На Дороге Посигналил Я Вздрагиваю Потому Что Это Про Меня Если Мне Где-то Там В Кафе Подадут Кофе А там Муха Плавает У Меня Не Хватит Мужества Попросить Другую Чашку Кофе Нас Задолбали Нас Разрушили Нам Приказали Жить Как Рабы И Многие Соглашаются Ай Не Надо Ссориться Ай Зачем А это Все Бесполезно Можешь Дальше Жить Не Меняй Мышление И Тебя Будут Поить Кофе С Мухами И На Тебя Будут Просто Смотреть Как На Унитаз Сливая В Тебя Все Нечистоты Но Кому То Это Уже Вот Так Надоело И Он Выпрямляется И Говорит Хватит Я Хочу Поменять Сво Мышление Не Делайтесь Рабами Человеком И Кого Сын Освободит Тот Истинно Свободен Будет Если Ты Поменяешь Мышление Раба В Твоей Жизни Начнутся Перемены Если Ты Поверил 20 Лет Грешил Теперь 20 Лет Я Должен Болеть А что Ты Хотел Такова Справедливость Жизни Ты Так И Будешь Болеть Потому Что Как Ты Мыслишь Так Ты Живешь Какие Мысли Таков И Сам Человек Но Потом Вдруг Приходит Откровение Откровение Это Как Большая Кувалда На Твердыне В Сознании Что Во Христе Иисусе За Один День Может Поменяться Судьба Потому Что Это Революция Это Реформация Кто Кто Христе Тот Новое Творение И Ты Можешь Выпрямиться В полный Рост И Сказать Я Не Буду Болеть Я Не Буду Страдать Дьявол Ты Обязан Знать Иисус Поручил Иисус Дал Мне Власть Каждый День Тебя Уничтожать Дьявол Умри Это Песня Не Для Всех Это Не Для Рабов Это Песня Для Свободных Это Песня Для Тех Кто Осознал Что Рабы Не Мы И Мы Не Рабы И Мы Не Будем Вкладывать Своё Время Свои Деньги Свою Жизнь В Сектор Своего Рабства Мышление Боже Мой Поменяй Наше Мышление Мы Даже Стесняемся Проезжая Как-то В город Я Обратил Внимание Стоит Огромный Корабль Круиз И Выходят Сотни Старичков Божьи Дуванчики Ухоженные Бабушки Такие Старушки Молодушки Старички Джентльмены Они Позволяют Под старость Лет Путешествовать По Европе Путешествовать По миру И Когда я Подумал Насчет Наших Старичков Думаю Если бы Не Строковые И Их Круиз Но Вряд ли Что-то В их Судьбе Можно Было Что-то Поменять Но Боже Мой Ведь Никто Женам Не Помешает Мечтать Амин Самое опасное Знаете Ставить Крест На Своих Планах Самое Самое Опасно Хоронить Себя Раньше Времени Но Ты должен Быть Дерзким Ты должен Быть Храбрым Ты должен Зацепиться За мечту И Говорит У меня Не будет Такой Старости Вы знаете Я родился В многодетной Семье Семеро 56 Год Я родился До Послевоенное Время Это Страшное Время Все Что я С детства Помню Нищета Валерьянка Скорая Помощь Вечный Недостаток Отец Работает На Трех Работах Кто-то Приносит Одежду Еще Крепенькая Поносите Вот сколько Я помню Своё детство Это Жесть Это Сплошной Недостаток Не хватает Денег Не хватает Одежды Не хватает Еды Мама Постоянно Болеет В церкви Никто не молится За исцеление Баптийская Церковь Понимаете Это Просто А в школе Еще над тобой Смеются И говорят Что ты Богомол Ты Баптист И так Дальше Я помню Вот свои Ощущения Оставаясь Наедине Я протестовал Думаю Ну что это За жизнь Я ничего Не понимал Ребенок Мышление Кто-то Соглашается Кто-то Протестует Послушайте С чего Начинается Реформация Реформация Начинается С внутреннего Протеста Господи Ну никто Ж тебе Не помешает Протестовать Внутри себя Мне было 13 лет И мама Умерла Это было Уже Вы знаете Последняя капля Я помню Когда все это Закончилось Я помню Этот вечер Я ушел Куда-то В сад Я был один И внутри меня Четко родилась Это Эти стейтменты Эти тезисы Я не знаю как Когда я вырасту Я не буду Донашивать Чью-то одежду Когда я вырасту Я не буду Доедать Чью-то еду Когда я вырасту Мать Моих детей Не умрет В сорок лет И моя мысль Не позволь Умереть Внутри Себя Этому льву Не позволь Умереть Себя Этому протесту Прошло Немного времени По сравнению С вечностью Прошло Немного времени Тридцать Сорок лет Что это такое Это вообще пустяк Я сегодня Не доедаю Чью-то пищу Я сегодня Не ношу Чьих-то обноски Мать моих детей Не умерла В сорок лет Я знаю одно Что Бог Серьезно Серьезно Прислушивается К тому Что зарождается В глубине Нашего естества Протест Основа веры Протест Это движущая Сила нашей мечты Если больной Протестует Против болезни Он получит Исцеление Если нищий Протестует Против бедности Он будет Процветать Если ты Протестуешь Против Этой стагнации Против религии То ты будешь Иметь свободу Протест Не позволь Умереть Этому протесту Амин Внутри нас Безграничная сила Которая позволяет Нам сделать Этот выбор И когда разум Человеческий Открыт И он готов Взять ответственность За свои решения Вот тогда Начинается Реформация Преобразование Жизни Обновление Ума Ведет нас К преобразованию Жизни Что такое Преобразование Это Перейти От понимания К пониманию И значит От одного Состояния К другому Состоянию Амин Дальше Есть вещи Нам не подвластные Восход солнца Приливы Отливы Смена Сезонов От нас Это не зависит От нас Не зависит Траектория Планет На наших Небесах Но давайте Согласимся Что кое-что От нас Зависит Амин Птицы Могут Пролетать Над нашей Головой Но Свить гнездо На нашей Голове Они Не могут Без Нашего Разрешения Следующий Тезис Запомните На всю Жизнь Запомните Тобою Управляют Кому Не попадя До тех пор Пока Ты не станешь Управлять Собой Ты как Вот Как та щепка Которую И родители Манипулируют Тобой И начальник Работ Манипулирует Тобой Все Управляют Тобою Управляют Тобою Только потому Что Ты отказался Управлять Собою Но Как только Ты однажды Принимаешь Решение Я знаю В кого Я уверен Я знаю Чего Я хочу Я знаю Какой Цель Я стремлюсь И я Беру Ответственность За свою Жизнь Управлять Управляемым Человеком Невозможно С тех пор Как ты Берешь Ответственность За свою Жизнь Никакой Контроль Никакие Манипуляции Никакая Другие Вот эти Маневры Они Не способны Управлять Тобою И еще раз Тобою Управляют Внешние Обстоятельства До тех пор Пока Ты не Начнешь Управлять Собою Человек Владеющий Собою Он Будет управлять Окружающими Обстоятельствами Когда у тебя Есть свое Мнение К нему Будут Окружающие Прислушиваться А если у тебя Нет своего Мнения То кто Попало Будет тебе Навязывать Свое Мнение Разве Не так Но кто С тех пор Как ты Озвучил Я считаю У меня Такая Судьба Это моя Профессия Бог Мне Дал Это Люди Просто Не Не С ним Связываться Нечем У него Своя Точка Зрения Если у тебя Нет мнения Ты легкая Добыча Всех Манипуляторов Если мы Десять Лет Назад Официально Заявили Что в Новом Поколении Никакие Схемы МЛМ Не Работают И мы Категорически Запрещаем И не Верим В Люди Сюда И не Савались И поэтому Сколько Людей Потерпели Ущерб От этих Сомнительных Пирамид Но я Скажу Что Относительно Нового Поколения Считанные Единицы Кто Не Послушался Нас Когда У тебя Есть Своя Точка Зрения Тебе Никто Не Навяжет Амин Итак Твоя Независимость И реальная Свобода В Самообладании В Самообладании Почему Писание Призывает Нас Иметь Бога В разуме Иметь Ум Христов Попытаться Хотя бы Мыслить Так Как Мыслит Бог Потому Что Бог Желает Чтобы Наш Образ Жизни Имел Божественные Стандарты Я Например Логичный Человек И Прагматик Если Мне Говорят Что Мы Должны Иметь Ум Христов Через Тире Я Ставлю Жизнь Христову Образ Мышления Рождает Образ Жизни Я Не Верю Что Если Я Буду Мыслить Как Христос А Буду Жить Как Дьявол Нет Если Я Мыслю Как Христос Я Буду Жить Как Христос Зачем Бог Хочет Чтобы Он Обитал В Разуме Если Мы Позаботимся Иметь Бога В Разуме И Он Будет Контролировать Наше Мышление Это Значит Бог Будет В Наших Делах И Наши Дела Будут Иметь Божественные Стандарты А Амин Итак Давайте Откроем 25 Главу 25 Глава Матфея На мой Взгляд Просто Потрясающе Здесь Бог Чему-то Хочет Нас Научить Напоминаю Тема Оправданные Инвестиции Меняющие Человеческий Статус Я Живу Один Раз И Я Должен Вложить Свои Ресурсы Я Должен Вложить Свои Деньги Свои Способности В Ту Сферу Жизни Которая Бы Изменила Мой Статус Давайте Прочитаем Матфея 25 С 14 стиха Ибо Он Поступит Как Человек Который Отправляясь Чужую Страну Призвал Рабов Своих И Поручил Им Им Своё И Одному Дал Он Пять Талантов Другому Два И Ному Один Каждому По Его Силе И Точас Отправился Луки 19 13 Призвав же 10 Рабов Своих Дал Им 10 Мин И Сказал Им Употребляйте Их В Оборот Пока Я Возвращусь Несколько Главных Мыслей Бог Рассматривает Нас Как Сотрудников Бог Рассматривает Нас Как Сотрудников Он Поручил Им Им Своё Раб Это Не Оскорбительный Титул Когда Тебе Как Рабу Хозяин Доверяет Всё Своё Имение Это Очень Выгодно Отсюда Практически Вывод Всё Что Мы Имеем Это Его Имение Это Его Собственность Мы Его Домо Управители И Поэтому Он Хочет Научить Нас Правильно Управлять Его Собственностью Вторая Мысль Каждому Из Нас Он Дает По Силе По Силе Кому То Пять Кому То 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 У У Каждого Свои Таланты У Каждого Своя Нагрузка И У Каждого Своя Ответственность По Силе Третий Чрезвычайно Важный Момент Когда Господь Каждому Из Нас Дает Определенные Ресурсы Духовные Финансовые Социальные Политические Да Как И Угодно Бог Желает Чтобы Мы Серебро Пускали В Об Рот Чрезвычайно Важная 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 Часть Что Что такое Пускать Серебро В оборот Это Значит Инвестировать Определенную Сферу Жизни И Отправился В Далекую Страну То Есть Следующий Пункт Самостоятельность Это Есть Признак Зрелости Нам Кажется Что Бог Должен С нами Каждый День Как Мама Играться Со Своим Маленьким Ребенком Если Тебе Бог Уже Что То Дал Если Бог Тебе Что То Уже Дал Это Означает Что Он Доверяет Тебе И Это Означает Что Ты Уже Зрелый Это Означает Что Ты Уже Имеешь Определенную Зрелость И Теперь Смотрите Как Повели Себя Те И Другие Я Обращаю Внимание Здесь Не Было Рабов Которым Бог Ничего Не Дал И Я Здесь Повторяю И Утверждаю Тезис Без Дарных Людей Не Существует У Кого То Пять У Кого То Четыре У Кого То Три У Кого То Даже Один Но Бог Желает Чтобы Мы Все Эти Таланты Пускали В Оборот Получив Жи Пять Талантов Пошел И Употребил Их В Дело У Потребил Их В Дело Вот Подчеркните У Нас У Каждого Должно Быть Своё Дело У Нас У Каждого Должно Быть Сфера В Жизни Я Повторя Все Все ли апостолы Нет Все ли Пророки Нет Все ли Учителя Нет У Нас У Каждого Есть Свой Дар И Своё Дело Есть Профессиональные Дары Спортсмены Журналисты Хирурги Строители Есть Духовная Духовная Профессия Пастор Учитель Руководитель Не надо Всем Работать В Духовной Сфере Не надо Всем Идти В Мир Иначе От церкви Ничего Не Останется Бог Так Распорядился Что Все Сбалансировано Все Сбалансировано Самое Главное Чтобы Мы Докопались До Своих Даров И Пустили Эти Дары В Оборот Чтобы Получить Прибыль Следующий Пункт Чтобы Получить Прибыль Кто Вам Сказал Что Церковь Это Бесприбыльная Организация В Глазах Божьих В Глазах Божьих Это Сверхприбыльная Организация Потому Что Каждый Человек Должен Приносить Прибыль Если Он Дал Тебе Пять Талантов Значит На Этих Пять Талантов Мы Должны Приобретать Еще Пять Талантов Это Есть Мудрость Правильного Отношения К Божьим Ресурсам Получивший Пять Талантов Употребил Их В дело И Приобрел Еще Пять Талантов Получивший Также Два Таланта Приобрел Два Получивший Один Талант Пошел И Закопал Его В землю И Скрыл Серебро Господина Своего Итак Они Разделились На Две Неравные Группы Сегодня Мы Задаем Вопрос Почему Богатые Богатеют А Бедные Беднеют Причем Разрыв Становится Все Очевиднее И Очевиднее Одна Из Причин И Ответ На Этот Вопрос Мы Читаем В 28 И 29 Стихах Итак Возьмите У него Талант И Дайте Имеющему Десять Талантов И Во всякому Имеющему Дастся И Преумножится А у Не Имеющего Отнимется То Что Имеет Это Жестокий Закон И Очень Часто Наши Стереотипы Заставляют Нас Раздражаться Заставляют Нас Раздражаться Потому Что У нас Живет Социалистический Бацилла И Мы Все Внутри Немножко Ленины Мы Все Внутри Немножко Троцкие Мы Все Внутри Немножко Бухарины И Поэтому У нас Очень Легкая Схема Давайте Богатство Заберем У Богатых И Отдадим Бедным И Наступит Социализм И Счастье А Бог Говорит Нет Я Я Бедного Заберу Я Дам Богатому Это Жесть Вот По этой Причине Половина Людей Могут Уйти Из Церкви Оставаясь В плену Старых Стереотипов Понимаете О чем Идет Речь Имеющему Дастся Это Не Я Придумал Если Вы Знали Сколько Я С Этим Сражался Будучи Вождем Пролетариата Церковного Защищая Бедных И нам Казалось Простая Схема Если Богатый Значит Вор Если Богатый Значит Негодяй Если Богатый Значит Мерзавец И так Далее Кто Говорит Это Это Говорит Зависть Это Говорит Невежество Это Говорит Безделье И Когда Наш Бывший Президент Затлер Объявил Войну Олигархам И Говорит Надо Их Раскулачить Боже Мой До Тошноты Эти Лозунги Уже Звучали И К Чему Они Привели Богатство Забрали У Богатых А Раздать Бедным Забыли И К Чему Это Привело Вы Знаете К Чему Это Привело Параллельные Миры У Них Своя Жизнь У Нас Своя Бог Против Революции Бог Против Социализма Богатые И Бедные И Я Задаю Вопрос Почему Богатые Богатые А Бедные Беднеют Потому Что Богатство Это Результат Правильного Распределения И Руководства Ресурсами Которые Дал Бог А Нищета Это Есть Продукт Неправильного Отношения И Управления Ресурсами Которые Дал Бог Ресурсами 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 Ресурсами